Когда будет аэрация, как раз озеро не будет промерзать. Минус 30 промерзнет до 2 метра всего. Прочит, физику учите? Промерзает до 1 метра. А почему тогда дохлые рыбы всплывают? А потому что до аэрации, до этого всплывают. Да ладно, они говорят. Второй вопрос. По поводу этой площадки. Простите, пожалуйста, вот правило. Вам говорит сейчас человек, который руководит благоустройством во всей Казани. Он, наверное, понимает, о чем он говорит. Давайте мы с вами все, мы же не реагируем на вас словами про анекдот или еще как, а давайте учиться быть корректными. И я вас очень прошу сейчас на секундочку остановиться и корректно сформулировать следующее высказывание. Хорошо, корректно. Второй вопрос. Звук на площадке. Вот тут все дома, которые смотрят на улицкий, в окна свои получат десятки децибел. Какой площадке? Какой сейчас площадке речит? Площадку на месте Антошки, которую вы сделали. Смотрите, это будет история про то, что там будут проводиться днем совсем какие-то истории про лекции, про кинопоказы. Это не громкая история. Ночью там ничего не планируется? Нет, ночью там точно ничего не планируется. Только десяти вечером. Спасибо. Да. И третий вопрос. Господа, Глобову, Фатахову и Фишман. Откройте, пожалуйста, вот это окно. Это парк. Это детский фонтан, который убили много лет назад и теперь там торгуют шахераками людьми русской национальности. Нет, там ничего не планируется. Вот где ничего не планируется. Откройте, сфотографируйте. Ровно год назад вы, господа, били себя в грунт, не будем уточнять чем-то, что будет все решено. И с этим фонтаном, и детский фонтан будет восстановлен. Где и что? Смотрите, давайте так. Я извиняюсь сразу. Первый вопрос я предлагаю задать президенту, чтобы не было вот этих разборов. Кто разрешил на месте детского фонтана сделать торговую площадку? Там нету никакой торговой площадки. Посмотрите, вы сами предлагаете. Вот, коллеги, жители, скажите, пожалуйста. Откройте, пожалуйста. Я как руководитель в тот день, нет там ничего. Посмотрите, там закуски. Там нет ничего. Это раз. Так, 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 стоп, пожалуйста, пожалуйста, я вас прошу, не кричите. Коллеги, порядок. Давайте, сейчас, присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо вам большое. Вы пластмикрофон отдайте надежды. Спасибо вам большое. Теперь, для того, чтобы, коллеги, заниматься реконструкцией дворовой территории Дома культуры, для того, чтобы, если там что-то делать, деньги не были потрачены зря, с учетом того, что ДК сам по себе нуждается в реконструкции. Потому что, представьте себе, если этот ДК реконструировать, это тяжелая строительная техника и так далее, любые деньги, которые будут потрачены сейчас на обустройство этого двора, послушайте, пожалуйста, я вас очень прошу, мы же корректно разговариваем, правда? Давайте дослушиваю друг друга. Любые деньги, которые будут потрачены на благоустройство этого двора, дальше будут потеряны, потому что тяжелая техника, строительные работы и так далее, эта территория должна быть обустроена вместе с обустройством ДК. Мы с Сергеем Александровичем, новым главой района, работаем сейчас над тем, чтобы разработать качественный проект реконструкции этого ДК, который, безусловно, будет учитывать двор ДК так, как будто бы это является частью парка и единой территории. Сейчас я так говорю, и вы обязательно выскажитесь. Значит, еще раз, там нету, у вас было два вопроса. Первый, есть ли там торговля, и почему она есть, правильный ответ, там торговли никакой нету. Вопрос номер два, почему не реконструированы фонтаны, дворовая территория? Потому что нет смысла реконструировать фонтаны, дворовую территорию, прежде, чем будут выделены средства на реконструкцию Дома культуры, потому что дворовая территория Дома культуры должна реконструироваться одновременно с Домом культуры, иначе это деньги, потраченные на поздно. Продолжение следует...